Педагог по вокалу Педагог по вокалу Педагог по вокалу Педагог очень подкован в плане вокального образования И вот этот момент его хорошо бы понимать То есть когда педагог грамотно может Вашу проблему решить Разложить ее на составляющие части Не просить повторить за ним То есть какой-то элемент в педагогике Повторения он конечно же допустим Но на нем строится все не должно Вы можете за ним повторять Но тип вашего голоса может быть другим У вас так же никогда не получится Как работают вокальные педагоги Ну по-хорошему как они должны работать Они должны хорошо знать физиологию голоса Раз Два Они должны понимать психотип студента То есть они должны понимать Как подавать вам информацию Как конкретно вы воспринимаете И доступна ли эта информация конкретно для вас То есть понимать ваш уровень Три Педагог должен быть и хорошим креативщиком То есть он должен придумывать Какие-то образные объяснения Которые помогут вам лучше что-то почувствовать В себе, услышать и так далее Потому что голосовой аппарат Все-таки вещь не очень сознанию иногда понятная И хорошо, когда человек может И физиологически разложить этот процесс Дать блок конкретных упражнений Которые приведут к конкретному движению В вашем голосовом аппарате И к конкретному звучанию на выходе Но помимо всего этого Вы должны научиться слушать себя Чувствовать себя И это уже такая тонкая подсознательная сторона вопроса Которая тоже имеет место быть И опять же повторюсь Что педагог не должен Заставлять вас тембрально звучать как он Потому что вы можете обладать другой физиологией Педагог по вокалу должен вас верить Это один из очень важных моментов И не должен вам вселять неуверенность И не должен ни в коем случае Давать вам ощущение, что он круче, чем вы Потому что голосовой аппарат Опять же это очень эмоциональный и интуитивный орган Который очень быстро отзывается На ваше эмоциональное состояние И если создаются условия такого неравенства Вам становится некомфортно Вам хочется быть крутым, хорошим исполнителем А вы чувствуете, что вы не дотягиваете И вы автоматически начинаете зажиматься То есть раскрепостить вас достаточно сложно В такой ситуации Поэтому вера в студента и любовь к нему Это очень важный момент Которым педагог должен обладать Если он этим обладает То в принципе Во-первых, вы это сразу почувствуете И это та вещь, которая поможет вам работать с ним очень долго Далее Педагог должен быть хорошим конструктивным критиком То есть если он вас верит и он вас любит Это не говорит о том, что он вас должен постоянно хвалить Нет, конечно же, он должен вас где-то и конструктивно ругать Так, чтобы у вас не опускались руки А наоборот, хотелось бы вам что-то делать дальше Потому что, конечно же, ошибки у новичков, они есть И перехваливать в этом смысле плохо Потому что человеку может показаться Что ну все, собственно, он познал вокальный дзен И дальше делать ему нечего На самом деле Продела совершенству реально нет И даже педагогам по вокалу Хочется ходить к педагогам по вокалу Чтобы была какая-то сторонняя оценка того, что происходит То, что иногда заносит И ты думаешь, ну да, ну как бы я все знаю Все, все, все хорошо, у меня все получается А приходит человек с другим каким-то взглядом Говорит, слушай, нет, нифига Давай-ка вот еще вот так поделаем и вот так И в принципе, это очень важный момент Который всегда должен присутствовать Должна всегда быть эта самая конструктивная критика Педагог должен быть заинтересован в вашем росте Он должен усложнять ваши вокальные упражнения Усложнять ваш материал, когда вы перерастаете что-то Иначе вы не используете свои ресурсы Свои резервы на полную катушку на данный момент То есть если вы зависаете в каком-то одном стиле Если вы зависаете в какой-то одной тесситуре И ваши песни не выходят за рамки квинты Или одной октавы То, конечно, это не очень хорошо То есть попытки как-то двигаться дальше Они, по идее, должны быть Ну и есть какая-то некоторая внутренняя Просто аттракция человека То есть вы его просто принимаете или не принимаете Это какие-то подсознательные энергетические тонкие вещи На которые тоже нужно обращать внимание И холодный рассудок, он не всегда здесь поможет То есть вы можете просто почувствовать Что да, мне здесь хорошо Да, здесь мне плохо, я сюда больше не пойду То есть внутренний голос свой слушать тоже нужно И я бы все-таки рекомендовала Ну, немножечко озадачиться И посмотреть на то Образован ли ваш педагог музыкально Или педагогически Он может не иметь каких-то степеней дипломов И может быть действительно очень крутым Действительно профессионалом Который сам перелопатил огромное количество литературы Сам является каким-то хорошим практиком У него какой-то есть бэкграунд и так далее То есть вот этот момент тоже вы его изучите Кто с вами работает Потому что вы можете попасть на человека Который не очень подкован, так скажем И не очень хочет подковываться А очень озадачен своей персонали И считает, что он обалденный певец И вообще он обалденный педагог И вообще у него все круто И дальше ему двигаться нельзя Хороший педагог, он должен что-то знать И пытаться дальше что-то узнавать То есть он должен, как мне кажется Должен ходить на всякие курсы Смотреть, как преподают люди С разных стран мира Повышать свою квалификацию Обмениваться опытом Так педагогический мозг не умирает Так он живой А иногда, к сожалению, педагоги Они зацикливаются на одном объеме знаний Которые они приобрели когда-то И дальше уже никакие инновации их не интересуют Потому что приходим к началу Вот этого описания Нехороших педагогов Он считает, что он уже все познал И все умеет И дальше ему некуда расти Еще один критерий Который поможет вам понять Ваш ли это педагог И ваш ли это методика Это ваш, собственно, рост Происходит ли что-то с вашим голосом Наблюдается ли какая-то динамика Она может быть небыстрой Это уже зависит от вас От вашей мотивации От того, насколько часто вы выполняете Домашние задания Насколько часто вы ходите на занятия Вы должны видеть какую-то динамику И эта динамика, конечно же, должна быть положительной То есть, если это происходит, это хорошо А если нет, то пора задуматься Что, возможно, вам что-то надо поменять В принципе, это все Поэтому будьте внимательны Слушайте внутренний голос Слушайте голос педагога Почитайте о нем Попытайтесь что-то узнать И добро пожаловать в наш фантастический вокальный мир Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!